Здравствуйте, друзья! Ирина, которая уехала в Соединенные Штаты в 1991 году, там в начале января, расскажет нам о том, как шла история, шла история издалека, они были в отказе и как вы попали в отказ? Это был 1990-80 год, и тогда можно было уехать только евреям по приглашению, по специальному, и первое приглашение пропало, что было в общем достаточно стандартной ситуацией, и у нас мама была какая-то троюродная сестра, по-моему, которая жила на тот момент в Израиле, и она запросила повторный, и повторное приглашение пришло после, к сожалению, Олимпиады в 1980 году в Советском Союзе в Москве и Ленинграде, и когда все бойкотировали Олимпиаду, Олимпиаду, да, соответственно, размерной монетой стали евреи и эмиграция, и мы попали в отказ, с мотивировкой, с объяснением нецелесообразной для государства. Ну, то есть, на самом деле, там сначала началась Афганская война, а потом... Ну да, Афганская война, в ответ на нее никто не приехал на Олимпиаду, испортились отношения. Испортились отношения, и, естественно, эмиграция стала как бы той самой разменной монетой, и нам было отказано нецелесообразной для государства, учитывая, что я тогда была студенткой третьего курса, а мама работала каким-то инженером, там, проектировщиком в какой-то организации. То есть, нецелесообразности для государства вообще не было никакой. Вот я тебя спрошу вот по ходу дела, мама, значит, маме, должны были ее родители подписывать что-нибудь, что они не возражают, чтобы она уехала? Ну, обязательно, но дело в том, что в 1980 году бабушки уже не было в живых, дедушка умер во время блокады. От голода, она ездила к моему отцу, с которым она на тот момент была в разводе, и он подписывал разрешение мое на выезд, а мне на тот момент было 20 лет. Но ему ничего за это не было, да? Насколько я знаю, нет, но мы не уехали, и мы сели в отказ, и как бы, он жил в совершенно другом городе, под Москвой где-то, и на нем это, в принципе, никак не отразилось. Итак, вам отказали, на момент отказа, мама кем работала? Мама была инженер-электрик, проектировщик. Она там делала электрические какие-то схемы, проектирование для каких-то организаций, проектная организация какая-то. Я училась на третьем курсе института для того, чтобы мне можно было подать, мне пришлось уйти из института, перевестись на вечерний мне не дали, ну, по разным причинам. И мне пришлось уйти из института, перейти работать в поликлинику, потому что тунеядство наказывалось по закону, я должна была либо учиться, либо работать. Я пошла разносить карточки в регистратуру местной детской поликлиники. И там было комсомольское коммунистическое собрание, включая директора поликлиники и прочее, по поводу того, что я подала на выход из комсомола в связи с отъездом в государство Израиль. Да. Ну тебя и стручили просто и все, да? Ну, меня там хорошенько так пропесочили, пока, наконец, коммунистическое, комсомольский, я не помню, как они назывались, комсорг, наверное, да, комсорг этой поликлиники, в очередной раз меня спросила, почему ты хочешь предать свою родину, на что я сказала, я понятия не имею, мне мама сказала, надо ехать, я еду. И зав поликлиники сказала, господи, ну что вы к ней привязались, и мама сказала. После этого меня повели в райком комсомола, где мне плевали слюной прямо в лицо, и орали, ну, только что не матом. И обзывали меня, как только не обзывали, и требовали под конец демонстративно снять с себя комсомольский значок и положить комсомольский билет на стол. И только что не пинком под зад меня оттуда выгоняли, несмотря на то, что я, в принципе, знала, на что я иду. И я была готова, чтобы пройти через эту вакханалию, оно, в общем, было, мягко говоря, крайне неприятно. Я только чего не пойму. Ты из поликлиники подавала на выезд? Я подавала на выход из комсомола. Ну, подожди. Ну, да. А к чему тебе было не подавать все то же самое, будучи студентом института? Я тебе скажу, почему. Почему ты сначала уволилась? Потому что там были мои друзья, там была вся моя жизнь. Ну, ты знаешь, да, что такое для 20-летнего человека подать... Нет, было очень принято уходить оттуда, где ты работаешь, чтобы не повредить остальным. Во-первых, чтобы не повредить остальным, не повредить той организации, с которой тебя что-то связывало. И в том числе, чтобы, если что, чтобы как бы люди потенциально, в принципе, не знали. Да? Чтобы потенциально у тебя оставались какие-то связи, потому что люди были разные. Кто-то переставал с тобой разговаривать, кто-то вычеркивал тебя жизненно совсем. Я, в принципе, оказалась в вакууме. Ну, вот, знаешь, я помню такую формулировку. Работал у нас Рабинович, оказался приличный человек, перед отъездом в Израиль, уволился. Да. И чтобы никто не пострадал, там вот тут. Да. Ну, вот, спустя несколько лет после того, как мы подали и получили отказ на выезд... Ну, да. Значит, для начала, мама моя пошла, в очередной раз ее вызвали в Авер. Она пошла в Авер, который в Ленинграде был на улице Желябова, городской Авер. Она тогда пришла, и как бы умные евреи, они понимали, что вообще вокруг происходит. И увидев автобус от телевизионного центра, они как бы сразу разворачивались и уходили. Им было проще, допустим, пропустить назначенную встречу в Авере, чем попасть на камеру. Мама моя ничего этого не понимала. И она, по-первых, просто как овца на заплайне. И она туда пришла, и там были камеры, ее засняли, потом показали по ленинградскому телевидению, предатели Родины. Ну, она что-то говорила там? Или она просто... Ну, она говорила, ей там начинали вот эту бодягу всю коммунистическую. Вы понимаете, что вы предаете Родину, вы понимаете, что вам там, не знаю, дали работу, там, жизнь. Она сидела, говорила, да, я понимаю, но вы понимаете, у меня родственники, типа, в Исраиле, они зовут меня туда. Ну, и, в общем, все это длилось где-то минут сорок, наверное. Ну, не знаю, как они скомпоновали это видео, мы не видели. Я не видела, во всяком случае, мама мне не дала это смотреть. Но соседняя по коммунальной квартире надолго уговаривала не смотреть эту программу, что по первому каналу московскому, что что-то другое более интересное. Естественно, наша соседка посмотрела ленинградскую передачу. Но, правда, она ни слова не сказала, поскольку она была, в общем, приличным человеком, она не стала комментировать эту передачу. Ну, маму узнавали на улице? Ну, как сказать, в некоторых организациях ее узнавали. Некоторые знакомые нам звонили по телефону и говорили, мы видели тебя по телевидению. Ты знаешь, тебе совсем не идет быть суперзвездой. И другие говорили, что, ты знаешь, твой дебют тебе не удался, не надо пробовать еще раз. Ните сережки одевать. Да, и она, в общем, не могла устроиться довольно долгое время на работу, пока ее по блату куда-то там не приняли. Причем приняли ее в строитель... в СМУ. В СМУ, да, в строительном монтажном управлении, каким-то там инженером. Потому что в проектную организацию ее уже никто не принимал. Такой вопрос. А почему она оказалась вне той организации, где работала? Она ушла сама или ее уволили? Что случилось? Нет. Да, на тот момент... То есть она тоже была подачей? Насколько я помню... Нет, она подавала, она должна... Потому что не ясно наказывалась по закону, потому что она должна была где-то работать. И она где-то работала, но в связи с подачей, как бы сама по себе подача, она ничего не значила. Отказ значил много, и особенно после этой передачи ей пришлось уйти с работы, потому что ее как бы мягко попросили, чтобы не портить организации Реноме, чтобы она сама добровольно ушла с работы. Такой вопрос. Вот отказников было много, тем более в 80-е годы, тогда практически все мы отказывали. И какие-то... Они как-то группировались, там, тусовались вместе, или там на демонстрации какие-то выходили, там, и так далее. Вот мама и ты, вы в чем-то таком участвовали, или вы просто тихо себе ждали лучшего времена? В демонстрациях мы не участвовали точно, потому что у нас просто не было столько смелости. Но то, что были какие-то определенные круг общения среди отказников, это совершенно точно. И мало того, как потом выяснилось, уже спустя, наверное, года 3-4, да, когда у меня уже родился ребенок, то очень интересно, мои участковые врачи, они сейчас с мужем живут здесь, в Берии, они держали списки отказников. И эти списки отказников всегда как бы пересматривались, и люди встречались, и передавали друг другу, когда нужно выходить было на связь. И в свое время, когда мы уже в 90-м году подавали на выезд, то мы шли по спискам именно отказников через Казахстан с определенной группой людей на выезд. Да, все время западные организации, они все время советским властям предоставляли списки узников, ссористей. Да, вот мы были в этих списках, все 10 лет мы были в этих списках. Хорошо, такой вопрос. Глядя на других людей, которые были в отказе, я просто к чему хочу прийти. Тема такая, что человек, который отказывался в отказе, он как бы выпадал из общества. Когда ты говоришь про маму, которая работала в проектной организации, а оказалась в строительно-монтажном управлении, я могу сказать, что это не такая потеря. Я знал людей, которые уходили из проектных организаций в строительно-монтажном управлении. Денежно это было более выгодно на самом деле. Да, там больше денег платили. Да, это верно. Но вопрос вот такой. Были люди, которых вы знали, может быть, в вашем круге общения, которые реально, вот скажем, математика работала в кочегарке? Да, запросто. Это мой отче, которого я называю папой, потому что, ну, мама развилась с моим папой, когда мне было 5 лет, а потом вышла замуж снова, когда я уже была в институте, и он мне стал самым родным человеком. Так вот, он был инженером в очень закрытой организации, и он был разработчиком каких-то радиоансков. Лидовым инженером или там по начальнику? Нет, он был начальником проекта какого-то КБ в закрытом ящике. Он разрабатывал радиолокационные станции для армии. И когда его сын уехал в 79-м году и попросил разрешение на выезд, потому что без разрешения от родителей выехать было нельзя, и он подписал это, то к нему пришли с первого отдела, а первое дело это чекисты на любой работе, и они его лишили допуска. Значит, то есть фактически он пострадал не за то, что он что-то с родиной сделал, а за то, что он подписал... Разрешил сыну уехать. Стоп, стоп, стоп. Буквально он подписал бумагу о том, что не имеет к нему материальных претензий. Абсолютно. Он не то, что взял на себя ответственность за его политическое мировоззрение. Нет. Он просто сказал, что материальных претензий не имеет. Не имеет, да. За это к нему пришли из органов, решили допуска. Да. Соответственно, он должен был уйти с работы. Без допуска он не имел права работать. Да, то есть его уволили с работы. Его уволили с работы, и он пытался это оспаривать, вплоть до ЦК КПС. Его из партии еще исключили. Его исключили из партии. Да. Он пытался оспаривать это в течение двух лет. Он дошел до ЦК КПСС. И у него были хорошие знакомые и хорошие связи. И ничего, естественно, это не принесло никаких результатов. Но сын уехал. Сын уехал благополучно. Да. Да, в 79-м году. А он пошел работать иступником в кочегарку возле Финляндского вокзала в Ленинграде. Не было его работы лучше? Или это у него как-то протест так поражался? Нет, это не его протест. Просто никуда не брали. То есть? Это было... Его по блату туда уступил. По большим связям. Самое интересное, что, по-моему, это самая кочегарка, в которой когда-то работал Цой или еще кто-то. То есть она была как бы известна, потому что те, кто ее типа руководил, они знали, они принимали людей, которых не брали никуда. Я точно не берусь сказать, что Цой работал именно в той кочегарке или в другой, но как бы примерно путь был у всех одинаковый. То есть надо было куда-то устроиться. И это было самое низшее, там, где вообще тебе уже ничего не могло повредить и помешать. А если не устроишься, так ты еще пойдешь по статье, как тунеядец. Правильно. Ну, потом, когда уже два года прошло, и он понял, что ему уже ничего не светит, и он дошел до ЦК КПСС, и ему было отказано во всех инстанциях, его друзья по, опять же, по очень большому блату пристроили в ремонтное ателье по ремонту телевизоров. Ну, там хотя бы какие? Там деньги, но там нужно было план выполнять по ремонту телевизоров, а он был человек уже достаточно немолодой на тот момент, ему было очень трудно довольно-таки. И когда он уже вышел на пенсию, и возраст уже начал сказываться, он ушел опять истопником, потому что у него уже был опыт. можно было в режиме поставить. И он работал, ты будешь смеяться, истопником, на Пискаревском кладбище. отапливаемые могилы, центр для посетителей, это все топилось. Ну, там, слава богу, не кочегарха уже была, а как тепловая, тепловая, да, станция. И он там работал и этим истопником, и плюс получал пенсию, чтобы в совокупности было положено 300 рублей или сколько-то. И он работал сутки через трое, и вот это было уже как бы верх его карьеры на момент нашего адвеса. Ну, в итоге мы все уехали, да, в конце 90-го, начале, ну, 3-го января. Что он здесь делал? Он же такой ужилотник, да? Ну, он сюда приехал, это было, ему было уже так хорошо, до 65. И интересно, что он приехал в другом статусе, не так, как мы. Мы приехали как беженцы, а он приехал как иммигрант, потому что у него здесь был сын. То есть, воссоединение с родственниками. У него воссоединение семьи было. И, а мы приехали как беженцы, поэтому он 3 года, он не получал никакой дотации, но он ничего не делал. Как бы, ну, я всех содержала. А потом, через 3 года ему были положены уже социальные пособия, медицина и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова